всем привет вместе с отличным фонарем феникс pd31 ко мне в руки попал еще один фонарь от фирмы феникс правда это фонарь из другой категории я бы даже сказал совершенно другого уровня я думаю его габариты сразу так недвусмысленно на это намекает честно говоря должен признаться что раньше я еще никогда близко не сталкивался с фонарями такого класса но тем не менее думаю можно сказать что это один из самых достойных представителей своей категории этот фонарь называется феникс текей 35 и вот так вот он выглядит в своем оригинальном чехле для начала давайте кратко пройдемся по чехольчику чехол довольно простой он не подразумевает какого-то быстрого или резкого выхватывания фонаря он больше спроектирован на очень плотное очень надежное удержание этого фонаря на месте чтобы он никуда не выполнил потерялся при каких-то переходах присутствует лямочка под ремень пластиковое кольцо для подвеса это вот сама спиночка такая довольно жесткая и по большому счету все сделано очень качественно и лично мне придраться абсолютно не к чему но теперь давайте перейдем к нашему главному герою вот так вот выглядит этот фонарь его длина 16 сантиметров и 3 миллиметра диаметр головы в самом толстом месте 51 миллиметр и вес этого фонаря давайте вместе его взвесим честно говоря я еще сам его не взвешивал только игрался им на улице и пугал своих соседей вес фонаря 353 грамма должен вам сказать это очень серьезный вес который можно сравнить с каким-нибудь очень мощным немаленьким фикситом но фирма феникс никогда не позиционировала этот фонарь как какой-то фонарь для ежедневного ношения у него есть свое предназначение и просто вот для масштабирования немножко хочу приложить фонари которые да можно носить с собой ежедневно не особо напрягаясь это вот феникс педи 31 который лично я бы в натяжку назвал и дисси фонарем но все же он входит в эту категорию и вот фонарь который ношу я который довольно компактный и в принципе мощный для каких-то городских условий подходит на сто процентов это for sevens quark вы видите какие оба эти фонаря просто малявки по сравнению с этим красавцем и на это есть свои причины фирма феникс позиционирует фонарь тк 35 как фонарь для туризма для аудора то есть фонарь который предназначен для очень мощного освещения местности то есть вы ночью находитесь на какой-то незнакомой территории и вам нужен очень серьезный поток света и вот здесь вот теки 35 он просто на мой взгляд будет конечно незаменим очень интересная форма у этого фонаря видите он не круглые то есть бака у него вот так вот срезаны и сначала я тоже немножко не понимал это когда просто визуально его осматривал но когда немножко им попользовался то есть вот взял его в руки и попытался вот по нажимать кнопочки я сразу все понял на самом деле если бы фонарь был круглый то есть вы когда нажимаете кнопки вот здесь вот сзади вы должны отпустить большой палец и если бы фонарь был круглый диаметр был бы довольно большой и было бы очень небольшая опасность того что этот фонарь может просто выскользнуть так во первых они сэкономили очень много места веса и сделали его намного более эргономичным и удобным именно конкретно в использовании очень удобно лежит в руке насечки тут тоже непривычные обычным фонарям для и dc то есть такие вот рис очки здесь помощнее но из-за того что рукоять очень объемно то есть и не нужны какие-то супер мощные насечки он и так лежит в руке просто шикарно давайте посмотрим на наш светодиод здесь используется светодиод кри xml для фонарей такого класса то есть для мощных фонарей работающих на литиевых батареях на данный момент это стандарт причем очень хороший стандарт рефлектор-отражатель видите здесь гладкий и что еще поражает это вот толщина вот этих стенок то есть здесь вот на голове где я мог замерить толщина стенок больше чем четыре с половиной миллиметра корпус этот выполнен из анодированного алюминия авиационного но очень очень прочная жесткая конструкция абсолютно не придраться здесь анодирование третьего уровня так называемая но вы видите что при каких-то жестких ударах то есть это не новый фонарик это фонарь который мы мой товарищ очень активно пользуется если ему достается то это анодирование может немножко слазить но поверьте мне это был очень мощный удар давайте для начала пройдемся по внутренне внутренним частям этого фонаря ну конечно же никуда не деться от рассмотрения резьбы но все знатоки сразу же видят что здесь просто нереально мощная резьба трапециевидная с плоским навершием все как надо плотнительное кольцо то есть фонарь этот он водонепроницаем по стандартам ipx8 и вот такой вот модуль находится внутри фонаря и фонарь работает на двух видах батареи или на вот таких вот батареях как вы видите то есть их нужно две тип этих батареек это 18650 37 вольта или четыре батарейки cr123 то есть вы можете выбирать чем пользоваться здесь один интересный момент на котором ну я не так плотно интересуюсь фонарями и совсем этого всего не знал но вот мой товарищ который дал мне этот фонарь на обзор рассказал мне такие вот интересные особенности которыми хочу поделиться с вами может быть кто-нибудь тоже этого не знает то есть видите здесь вот между батареей и самим контактом подложена монетка это вот монетка один израильский шекель иногда люди подкладывают то есть не иногда некоторые люди подкладывают неодимовые магниты такого же диаметра и толщины если они у них есть но опять же эта монетка прекрасно работы и теперь вопрос для чего она нужно то есть нужно она в следующем случае такие вот литиевые батареи они существуют двух типов так называемые защищенные и не защищенные это вот тут эта батарея она не защищенная и это слово означает то что в ней внутри нету автоматической защиты от перезарядки или переразрядки то есть новичкам не советуется использовать такие батареи ну вот мой товарищ ими пользуется он отдает себе отчет у него есть какая-то умная зарядка которая не дает этим батареям перезарядиться то есть в чем опасность если эта батарея переразрядится то есть опустится ниже 2.9 вольт то ее химические химические свойства внутри нарушатся она уже не будет такой мощной такой долговечной а перезарядка то есть сверх зарядка этой батареи выше чем 4.2 вольта может грозить тем что эта батарея просто взорвется у вас в зарядном устройстве вот ну вот для этого и нужна эта умная зарядка чтобы не произошло у вас дома или еще где каких-то непредвидимых взрывов а вот ну вот разница между этими батареями которые защищены и не защищенные эта разница она в габаритах защищенная батарея она чуть-чуть длиннее на 2 миллиметра то есть это батарейка ее длина 6 с половиной сантиметров в защищенной батареи это будет 6 и 7 6 сантиметров 7 миллиметров поэтому в принципе то есть эта батарея и так нормально сюда станет без проблем то есть феникс все рассчитали но все-таки не до конца то есть при каком-то активном использовании если мы поставим незащищенную батарею и как-то вот встряхнем фонарик или что-то то мы можем услышать дребезжание и эта батарейка будет тут ерзать поэтому и придумали ставить вот такой назовем это спейсер значит вот такой модуль у нас внутри вернемся от разговоров о батарейках к нашему фонарю причем видите так очень грамотно здесь сделано что здесь одна сторона выпуклая вторая здесь просто дырочка и и это сделано для того чтобы не позволить нам вставить вставить этот модуль неправильной стороной то есть видите он сейчас не заходит если мы его перевернем то он входит у нас до конца все отлично резьба как он затягивается то есть чувствуется прямо машина на к и теперь давайте перейдем к тем режимом которые у нас есть в этом фонаре у нас тут две кнопочки 1 побольше с обычной такой квадратной насечкой и 1 поменьше с таким каким-то рисунком виде пламени наверно ну вот сейчас я нажимаю на вот эту большую кнопочку она будет переключать нас между обычными световыми режимами этого самый слабый режим и она изусть не помню все показатели самый слабый режим это у нас 12 люмен теперь вот эта кнопочка она будет переключать наши режимы дальше то есть это это только включение выключение переключения режимов у нас здесь легкое нажатие мы переходим а следующий уровень 109 люмен еще одно нажатие мы получаем 346 люмен и в оконцовочке это наш турбо режим 820 люмен я думаю на улице это будет конечно лучше видно но и и так вы видите что все просто затемнилась свет просто бешеный вот камера сейчас настроилась опять на комнатные свет опять же как вы видите есть память режимов и есть еще одна функция вот это вот кнопочки с пламенем если ее долго удерживать мы переходим в режим здесь у нас находится сос и нажмем ее еще раз коротко мы получим стробоскоп опять же 820 люмен стробоскоп то есть человека можно наверно просто ослепить на пару минут еще одно переключение 500 опять стробоскоп ну если мы выключим фонарь то в следующий раз мы вернемся в обычный световой режим вот такой вот очень интересный фонарь мне очень хочется показать вам его как он как он долбит на улице я думаю моя камера будет все таки способна хоть что-то из этого передать но потому что описать это словами очень сложно то есть это просто какой-то прожектор реально то есть если у вас в машине не знаю потухнут все фары то вот этим вот фонарем можно просто освещать всю дорогу как как дальним светом очень мощный фонарь для определенных целей конечно это не тактический фонарь и это не фонарь для каждодневного ношения это фонарь для обычного спокойного использования где-то на улице где-то в лесу в поле где бы вы ни находились он обеспечит вам очень хорошее освещение ну и сейчас кстати забыл сказать о его цене цена этого фонаря в интернете без учета пересылки начинается со 100 долларов в принципе цена очень вменяемая то есть многие и dc фонари которые более такие понтовые скажем так в принципе стоит тех же денег хотя можно обойтись и чем-то намного более простым то этот фонарик как бы своей категории он просто красавец ну и нам осталось посмотреть его в деле все увидимся на улице пока тики 35 на улице давайте пройдемся по всем нашим четырем режимом и посмотрим как они светят это вот самый слабый режим ну можно посвятить примерно в трех метрах от себя более менее нормально это вот второй режим довольно сконцентрированный лучик хотя в принципе рассеивается он сильно но как бы вне светового основного светового пятна вот вне ход спота света довольно мало это вот наш третий режим ну третий уже лупит по домам то есть довольно далеко хорошо все освещает и turbo режим ну turbo режим просто я думаю сейчас соседи там думают кто долбит им по окнам очень яркий свет то есть вы видите как просто такой ярко белое пятно вот так вот светит этот красавец который смело можно брать с собой в походы на природу спасибо за просмотр пока бай-бай